Друзья, всем привет! Сегодня у нас новый выпуск рубрики по стоматологиям. Сегодня мы приехали в гости в клинику к Дмитрию Компаницу, которая называется Лямитоморфоз. И сейчас Дмитрий нам проведет по ней экскурсию, расскажет все, покажет. Поэтому я уверен, что вам понравится выпуск. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте уведомления, чтобы не пропустить новые выпуски. Конечно. А вот и Дмитрий, собственно. Медведи на велосипеде. Вот так вот, видите, как мы. Мощно ты ворвался, конечно. Класс. Отличных вопросов не будет? Сколько стоила клиника? Мы с этого начнем. Я на них не буду отвечать. Ну тогда я поехал. Счастливо. Всей публике привет. Спасибо большое за такую подробную экскурсию. Самое короткое интервью. Самое честное, откровенное и короткое интервью. Класс. Ну пойдем посмотрим. Пойдем посмотрим. Пойдем посмотрим, что у нас в клинике. Вот это у нас максимальное, неформальное начало. Клиника у нас кулуарная. Так. Ты проходи первый. Проходи первый. Тут нас встречают уже ребята красивые. Так. Тут как раз пациенты. Мы пойдем к коридорам. Это зона ожидания. Здесь пациенты ожидают своей участи прекрасные стоматологические. Все делалось так, чтобы человеку было комфортно. Подбирали стулья, кресла. То есть они не только выглядят красиво, они еще очень удобные. Ты можешь присесть, испытать на себе. Все должно быть удобно и эргономично. Даже шлем. Кресло правда удобное. Я думаю, что я останусь здесь. Кресло очень удобное. Несмотря на то, что они стоили каких-то приличных денег. Сразу сколько давать? Нет, не сколько. Без цифр. Они очень удобные. И сейчас, конечно, их достать очень сложно. Ну и стулья ты можешь тоже присесть, попробовать. Измерялось все до сантиметра. Диаметр стола, диаметр стола. Потом мы кастомизировали, адаптировали его под наши нужды. В общем, все делалось так, чтобы было удобно человеку ожидать. Вкусный кофе. Комфортный для глаз цвет стен. Минималистичный скандинавский дизайн, да? Да, абсолютно. Ничего не должно было быть лишнего. Не должно было быть визуального шума. И в этом мы слились в едином порыве с дизайнерами, которых очень любим и уважаем. До сих пор сотрудничаем. Это Анастасия Рыкова. Анастасия Бажинская. Мы с ними прям сотрудничаем. До сих пор по новому проекту. Ну это такие личные уже проекты. Ух ты. Да, пойдем. Очень красивый видеоряд у вас тут. Это все ваши работы? Это все наши работы, наши фотографии. Все сами. Надо его обновить. Появились новые красивые работы. Это твой кабинет? Это мой кабинет. Тоже ничего лишнего. Все должно было быть удобно. И несмотря на то, что смотрится все так, как будто так все очень просто. Но если во время приема можно достать до любой точки, находясь собственно на рабочем месте, я могу дотянуться до абсолютно любой поверхности, а не в зоне досягаемости. Что собственно экономит естественно времени. На мой взгляд, у нас ничего такого сверхъестественного нет в клинике. То, что должно быть, наверное, в каждой клинике. Это сканер. Не так давно мы купили томограф. В общем, все для того, чтобы человеку было комфортно. Так, у вас получается. Праймскан у вас, цейс, сирона. Не стал я вкладывать какие-то безумные деньги. С вкуса. Все очень скромно, но не установка же лечит пациента. А человек. А человек, который оператор за эту установку. По другую сторону установки. Самое дорогое здесь, я понимаю, что это ты. Это врач. В любом кабинете самый дорогой это врач. Ну и вообще самое дорогое в нашей жизни это человек и отношение. Отношение, собственно, у нас клиника выстраивается из соображения сервиса. То есть мы стараемся и лечить так, как хотели бы, чтобы нас лечили. И, естественно, относиться к нашим пациентам с заботой. Вопрос не в том, что это коммерчески как-то такая концепция выработана. Это, наверное, такое больше ментальное отношение к нашим пациентам. А это что за экран? Здесь проецируется микроскоп. Все кабинеты, они сделаны, в принципе, по одному образу. И чтобы врач, который переходит из одного кабинета в другой кабинет, чтобы он себя чувствовал комфортно, не было необходимости привыкать, как-то переадаптироваться. Поэтому мой кабинет и терапевтический кабинет, они абсолютно однотипные. Хирургия у нас немного побольше. Ну, в силу того, что хирургия должна быть побольше. Я знаю, что вот эта тумбочка стоит сумасшедших денег? Тумбочка, да. Тумбочка, таких тумбочек в мире не найти. Чем она такая особенная? Можешь рассказать? Она особенная тем, что дизайнеры решили, что нам нужны индивидуальные тумбочки. На сегодняшний день я бы не решился. Они, конечно, удобные, но, учитывая, что это прям по индивидуальному проекту делалось, это стоило каких-то таких достаточно космических денег для тумбочки. Не знаю, насколько это того стоило, но, по крайней мере, эта тумбочка, она абсолютно вписывается в кабинет. Нет, такой прикольный дизайн, мне нравится. Классно. Все так чисто, аккуратно, минималистично. Да, все, конечно, ничего лишнего. Давай посмотрим, что лежит в этой дорогой тумбочке. Знаешь, на самом деле, в тумбочке все достаточно стандартное. Ничего, сверхъестественного. Здрасте. Это Юрий Карлинович, наш замечательный врач артеки. Он уже убежал. Он уже убежал, мы его потом поймаем. Ну, собственно. А вот там, получается, были боры? Боры, они сейчас... Вот написано в лаконах, нет? Нет, это штифтовая. Я хотел показать. У тебя же есть свой набор? Есть свой набор, конечно же. У каждого уважающего себя врача должен быть свой набор. Класс. Давай посмотрим. Где-то он наверняка есть, этот набор. Но, естественно, боров их гораздо больше, чем он наборит. Потому что одним бором лечить невозможно. Хотя при желании... А мы можем его найти? Он где-то есть? Я бы показал, чтобы ты прокомментировал. Мурат, а где мой авторский набор? Авторский набор? Авторский набор боров. Сейчас найдем. Сейчас найдем. Юрий Карлинович, у тебя есть авторский набор моих боров? Наборы боров, они вот там. Там вот коробочка набора боров. Дорогой день. Класс. Дорогой день. Да, это вот у нас, собственно, гипсовочная. Да, на нее можно посмотреть. Она в таком творческом беспорядке. Может, мы найдем самого высокого человека в вашей клинике? Нет, у нас есть лесенки. Учитывая, что у нас достаточно высокие потолки, поэтому у нас, естественно, есть лестницы. Это такая мини-лаборатория. При этом отлить модели при необходимости, потому что мы продолжаем отливать модели периодически. И, собственно, там ее можно обработать, триммер. Все для этого есть необходимо. Друзья, компания «Доктор Слон» уже в четвертый раз проводит крутое мероприятие для врачей всех специальностей. 14 и 15 сентября в Санкт-Петербурге пройдет конференция, посвященная темам гигиены и профилактики в стоматологии. Лучшие врачи расскажут о своем опыте и новинках в индустрии. Сканируйте QR-код и регистрируйтесь на это мероприятие. Также по моему персональному промокоду «ДАТПИНК» вас ждет скидка в 3000 рублей. И помните, что профилактика – это лучшее лечение. И знать ее современные тренды – это про заботу и здоровье своих пациентов. Ну тогда пойдем по кабинетам, наверное, дальше. Пойдем. Если кто-то сможет найти этот набор, я бы напомню. Хирургия. Так. В свободное от работы время Юрий Калиныч тренируется на ФИДе. И, естественно, у нас приветствуется абсолютно, опять же, для этого созданы все условия, чтобы врачи могли каким-то образом тренироваться, если у них возникает желание. То есть фантомные головы, зубы фантомные – все это есть. То есть вот Юрий Калиныч у нас отличник производства. Он в свободное время тренируется. Фотоаппарат, увеличение, профилаксис, зум. Иконки, которые нас берегут. У нас не иконки, конечно, берегут, а святые Господь Бог. Есть выход для газов, да? А вот про эту историю расскажешь? Это интересная установка, да, учитывая, что это хирургия, тут, естественно, стоит вент-установка для очищения воздуха. То есть здесь воздух такой, самый чистый в клинике. Здесь и в рентгене. Я предлагаю здесь тогда нам сесть и записать подкаст. С чистым воздухом. Ты боишься? Хочется вдохнуть чистого воздуха. Здрасте. Это терапия. Ты уже микроскоп. Ну, эргономика кабинета, она очень похожа. Собственно говоря, мы эргономике, конечно, уделяли большое внимание. Во-первых, сотрудничество с Иваном Ячновым оставило свой след. Как мастера эргономики. Естественно, у нас не настолько на микро уровне это все сделано. Но сама эргономика помещения, она прорабатывалась прям откровенно до сантиметра. То есть мы прям с рулеткой все вымеряли, расстояние до поверхности, ширину поверхности, сглаженные углы. Учитывая, что кабинеты стандартные для кабинета, да, там порядка 15 квадратных метров. Ну, так, чтобы было удобно находиться и ассистенту, и врачу, мы здесь, конечно-то... Здесь вот, прикольный вид, кстати. Не видно. На вас классите, прикольный вид для пациента. Да, здесь особенно по вечерам красиво, когда Москва-Сити сияет. Ага, круто. Место тоже выбиралось для клиники не случайно. Прорабатывалось место расположения, чтобы было удобно добираться пациентам. Потому что у нас рядом проходит Кутузовский проспект, не так далеко Третье кольцо, Садовое кольцо. Собственно говоря, людям удобно добираться. И плюс ко всему, у нас перед клиникой прям огромная парковка, что в Москве, конечно, такой достаточно большой плюс. И самое главное, что она дешевле, чем городская. Прикольные часы у вас смотрят? Такие стильные. Тоже ехали из Испании. Из Испании? Класс. В такие еще. В прошлой жизни. В прошлой жизни. Класс. О, набор боров. Ну это набор боров для виниров. Есть еще набор боров для вертикального препарирования. Есть общий набор боров. Это боры, которые удобны конкретно для меня. Я не наставила на том, что обязательно все должны их использовать. Но это боры, которые комфортны для меня. У них немного такой более пологий кончик. Соответственно, он создает более плавный уступ, более плавный желобок. Границу, если мы формируем границы препарирования. Вот эти два бора, они основные 868-012. Левовидный для полотенальной поверхности. Вот этот бор, очень удобный бор для снятия композита с поверхности эмали. Он практически никак не травмирует эмаль, но при этом эффективно удаляет композит. И пика, собственно говоря, для каких-то узких пространств, для раскрытия максимальных поверхностей. Ну и маркировочный бор с глубиной маркировки 0,5 мм. Все остальное вы можете узнать нам по курсе действий. По Венеру. Здесь мы не были еще. Здесь мы не были. Здесь, я надеюсь, здесь порядок. Здесь порядок. Здесь у нас томограф. Сирона. Вот как-то мы исследовали и исследовали. И нам больше всего понравилось именно качество Сирона. Соотношение такое оптимальное цены-качество. Ну и такая микрофотостудия. То есть, если нужно что-то сфотографировать для пациента, для фотопротокола, мы это делаем здесь. Пространство позволяет. Туалет для пациентов. Техника воработки рук. Если вдруг кто-то забыл. Если вдруг кто-то так сильно распоряжался, что забыл. Это, кстати, необходимая информация. Она даже по каким-то там инструментам. Я сомневаюсь, что все, кто нас смотрит, умеют правильно мотивировать руки. Предлагаю про логотип рассказать. Да, достаточно интересная история. Логотип мне подарила жена на день рождения. Несмотря на то, что я вроде как творческая личность в семье считаюсь, но гораздо более творческой личностью оказалась моя жена, которая имеет экономическое образование. И она мне на 40 лет подарила логотип. То есть, она заказала у дизайнера графического. Там прислали несколько вариантов. И название придумала она, и логотип. Ну и, собственно говоря, логотип символизирует метаморфозы. Ну, собственно, если кто-то не понимает, то это два лица и бабочка, которые объединяют в себе. Ну, вдруг. Вдруг кто-то не видит этого. Давай покажу. Вот во входную группу мы так быстро пробежали. Здесь вот у вас такая прикольная вешалка, я смотрю. Стильная тоже. Да, тоже кастомная. Здесь очень много всего кастомного, потому что нужно было делать, как-то встраиваться в это пространство. Ну, и опять же, в минимальном стиле, в стиле минимализма, заказывали вешалку у плотников, которые сделали нам вот такую красивую вешалку. Ну, собственно, здесь заходит пациент, присаживается на стульчик. Тоже красивый стульчик. Может почитать книжку. Душа полезна. Заходит, подходит к девушкам, оформляет документы. Может на себя посмотреть девушку. Так, посмотрели. Идем дальше. Идем дальше. В зоне ожидания. Мы уже посидели, отдохнули. Мы уже побыли. Кстати, очень удобно вот эти кресла, на самом деле. Вполне подлокотников. То есть, они так продуманная именно посадка. Они очень комфортные. И плюс ко всему, здесь, собственно говоря, занервно сделано таким образом, чтобы пациент, у него даже не было никаких шансов попадать в какую-то административную или хозяйственную часть. То есть, пациент находится здесь, в зоне, слушает музыку, пьет кофе. Затем его приглашают в какой-то из кабинетов. Хозяйственная часть у нас, ну и административная. У нас же, собственно, это наша гипсовочная, маленькая. Здесь у нас, здравствуйте. Здесь у нас стерилизационная, чистая зона, грязная зона. Здесь, собственно говоря, тоже ничего сверхъестественного. Мелаги. Хотя сейчас мелаги это уже такое, что-то из сверхъестественного. Естественно. Ну, сейчас многое с того, что у тебя есть в клинике. Собственно, врач в операционную заходит отсюда. Так. Здесь туалет для персонала. Ну и в случае необходимости, естественно, и для пациента. Это уже может быть, если там кто-то звонит. Ну и здесь комната медотходов, холодильник. Приезжают, забирают отходы. Здесь у нас, какие молодцы, это ключи от автомобиля ассистента. Шеф приехал на велосипеде, а молодежь ездит на Мерседесе. Все для сотрудников. Все для сотрудников. Как прекрасно клиника. Ну, собственно, здесь ординаторская. И плюс ко всему, опять же, когда мы планировали клинику, хотелось, чтобы пациенты и врачи не пересекались иногда, когда приходят. Соответственно, это служебный вход. И вход в клинику, он через офисную часть здания. Соответственно, врач зашел в клинику, не пробегая мимо пациентов. Опять же, если вдруг врач немножко задержался. Здесь вот есть видеокамеры. Здесь видеокамеры. Соответственно, пока доктор обедает или что-то делает, отдыхает, он может посмотреть, к нему подошел уже пациент или не подошел. Здесь у нас такое сердце клиники. Компрессор, помпа с резервной помпой. Я тебе могу еще маечку подарить. Хочешь? Мне? Да. Чтобы я в ней записывал подкаст? Чтобы ты в ней записывал подкаст. А что мы здесь сидим? Вот так вот, жестко. Все жестко. Все по-примому. Да, или в ординаторской. Все, видишь? Я вообще добрый. Правда, Мурат? Очень. Но только выключается камера. Погладь мне маечку, пожалуйста. Друзья, мне сейчас подарят футболку. Представляете? Смени повязки. Пить и шрамы. Тут Битр Юрьевич. Плохо настроение. Да, это заслужил значительно. Друзья, сегодня, видите, мы сегодня в гостях у Дмитрия Компаница. Такая клиника. Напротив. В Москве-Осице. Практически напротив. Центр Вселенной. Центр Вселенной. Все, записали потрясающий подкаст. Ссылочку добавлю. Обязательно надо посмотреть, не пропустите. Очень много полезной информации. И клинической информации, и бизнес информации в сфере стоматологии. Все абсолютно. И личная информация. И личная тоже была. Да, было интересно. Все. Спасибо. Спасибо. И до новых встреч. До встречи. Друзья, большое спасибо за то, что досмотрели до этого момента. Не забывайте ставить лайки, если было полезно, интересно. И также не забывайте делиться с друзьями и коллегами. Также хотел сделать небольшой анонс. Если у вас есть стоматологическая клиника, которую вы хотели бы показать и хотели бы, чтобы я приехал к вам в гости и снял похожий обзор, как вы только что посмотрели, напишите, пожалуйста, на эту почту, либо по этому номеру телефона. И, возможно, следующий выпуск рубрики по стоматологии мы снимем именно из вашей клиники. И это видео будет интересно посмотреть, как врачам и стоматологам, так и вашим потенциальным пациентам. Спасибо большое еще раз за внимание. И до встречи в следующих видео. Пока-пока.